После смерти Ким Чон Ира это первая акция в отношении Северной Кореи со стороны юга. От этого места до северокорейского берега чуть больше трех километров. Через демилитаризованную зону с помощью наполненных гелием полиэтиленовых мешков перебрасываются пять ящиков с теплыми вещами. На листовках призыв не падать духом и надеяться на лучшее. Утверждается, что официальный Сеул к этому не имеет отношения. Позиция властей Южной Кореи не делать ничего, что может иметь хоть малейший намек на провокацию. Активисты этой неправительственной организации уверяют, что руководствуются исключительно благими намерениями. Организаторы этой акции говорят, что она носит гуманитарный характер. Ее цель – привлечь общее внимание к нуждам простых северокорейцев. Отрезанная от остального мира КНДР сталкивается с серьезными экономическими проблемами. А после кончины лидера в условиях перехода власти эти проблемы могут обостриться. Другой вопрос – как сама Северная Корея отнесется к такому проявлению заботы о себе. Идея забросать КНДР теплыми носками с листовками принадлежит северокорейскому перебежчику Ли Чжу Сун. Он покинул родину в 2006 году. О подробностях умалчивает. Говорит лишь, что на это ушло около полугода. В Южную Корею перебрался, минуя три страны – Китай, Мьянму и Таиланд. Он утверждает, что без международной поддержки многие его бывшие соотечественники могут не пережить эту зиму. В КНДР существует определенная система социального распределения. Однако после смерти Ким Чоныра она, скорее всего, перестала работать. Северная Корея сейчас представляет собой корабль без капитана. Люди нуждаются в помощи, как никогда. Одну пару носков там можно обменять на 10 килограммов риса. Войска вдоль 38-й параллели остаются в повышенной боеготовности. Накануне со стороны КНДР пришла информация о том, что Пхеньян готов открыть границу для всех южнокорейцев, которые хотят проститься с Ким Чоныром. Сеул в ответ лишь подтвердил, что официальная делегация в КНДР отправлена не будет, а простым гражданам Южной Кореи на север ездить запрещено. «Я считаю, что на данный момент лучше предоставить КНДР самой себе. Это очень напряженный этап. Процесс передачи власти не завершен, и главное сейчас – избежать волнений на севере». Несмотря на то, что пока нет никаких признаков дестабилизации, обстановка на корейском полуострове остается напряженной. В Сеуле пытаются понять, каким будет новое руководство КНДР. Но сколько уйдет времени на его формирование, сейчас предсказать никто не может. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести. Сеул. Южная Корея.